добрый день дорогие друзья рад приветствовать вас на канале строй сам сегодня видео будет на объекте сегодня видео у меня будет записано дома и постараюсь ответить на такой вопрос который очень пользуется у вас популярностью почти все заказчики подписчики мне его задают если дом деревянной они всегда спрашивают как нам избежать трещин как избежать трещин в деревянном доме значит как их избежать сегодня я как раз и расскажу начнут трещины бывают маленькие да и большие когда дерево начинает рвать так вот от маленьких трещин практически уйти нельзя вообще никак у меня вот тут есть кусочек например бруса да вот видно может появиться вот такая трещинка это ничего страшного это свойство дерево растрескивается и дерево в основном растрескивается когда начинает сохнуть то есть вот такие они все равно могут быть от полного полного отсутствия трещин не застраховано ни одного дерева совершенно ни одно а бывает и так что дерево начинает рвать вот такая трещина такая уже нравится всем не очень хотя на самом деле она тоже заделывается заделывается очень легко докладывается допустим какой-то поролон специальная ленточка есть герметиком замазывается краситься и этого ничего не видно но тем не менее трещина такие неприятные так как все-таки избежать этих трещин и почему эти трещины возникают эти трещины в основном возникает потому потому что снят уже защитный слой и возникает именно в том месте видите где вот эта часть ближе сердцевине на данный момент передо мной кусочек бруса 200 на 150 видите здесь соответственно расстояние ближе чем вот сюда и трещина два здесь у меня здесь есть сколько четыре кусочка вот этот маленький я уже показывал видите трещина точно так же вот именно в этом месте соответственно сердцевина находится в самой самой ближайшей точке следующий брус тоже самое сердцевина очень близко пошла трещина здесь такая средненькая да еще вот тоже сердцевина ближе пошла здесь то есть как избежать трещин первое это что надо знать это сечение бруса вот новгород очень любят сечение 100 на 150 вот это 100 вот это 150 если это брус профилирует 90 процентов все трещины идут на лицевую сторону и даже компрессионные пазы которые иногда делают они не помогают потому что их надо или запиливать достаточно глубоко чтобы они превысили вот это место противном случае трещина пойдет все равно туда следующая категория бруса идет это 150 на 150 то есть совершенно одинаковые принципе вот эта часть может оказаться где угодно если брус не профилированные то в принципе эту проблему можно решить просто на каждый брус поглядывать и если он вот 150 на 150 посмотрите сердцевина ближе но и постараться его положить именно вот этим местом туда вниз в стену чтобы эта трещина туда ушла ну и принципе если не профилирован он 99 процентов всегда идет под обшивку если трещины даже возникли вы их никогда не увидите профилированный брус 150 на 150 да там скорее всего помогут вот эти компрессионные пазы запиливать потому что там может уйти трещина куда угодно вот и в отличие от того что это брус профилированные то есть его уже вправо влево не повернуть потому что базами например он смотрит только вверху и на бок его уже не будет не положить естественно люди которые перерабатывают там по 50 по кубов в день никто там заморачиваться не будет чтобы выложить там брус специально вот так но это вот только такие люди от принципе как у меня вот этот самый поставщик есть вот он смотрит до брус у него дороже но работа не так много да и за счет цены зато он каждый каждый брус контролирует вот и самый самый удачный брус это вот 150 на 10 во первых он сразу идет теплый и во вторых как я уже сказал 90 99 процентов трещин уходит в сторону можно сделать конечно еще компрессионные пазы это не помешает но тем не менее вот сколько такого бруса собирали трещина уходит только-только вот в эту сторону так что еще надо знать о трещинах трещины в основном образуются при усыхании при высыхании бруса то есть свежим брусе вы их не найдете добросовестные производители допустим профилированного бруса вот как говорю мой поставщик бруса александр он перед этим брус сушит и естественно при сушке уже появляются вот эти трещины и тогда при нарезании профиля он уже или полностью допустим бракует вот эту вот этот брус ну или кладет его так чтобы вот эта трещина она шла в пазы то есть снаружи стена была одинаковая у меня уже там несколько видео записано с профилированного бруса и вот можете поглядеть на них практически нигде нет трещин то есть он их отбирает или пускаете в стену вот уже сухого материала или как говорится бракует выкидывает его вообще то есть но это уже надо полагаться на вот именно самого производителя вот он может избежать покупая сухой материалом вы на 90 процентов уже можете знать где у вас тени будет трещины или где нет потому что сухой материал как я уже сказал на 90 процентов 300 вот весь составил материал непредсказуем тем более бывает такая ситуация когда дерево находится в напряжении то есть вроде бы и вот это расстояние ближе сюда но дерево стояла допустим под сильным углом то есть под сильным сильным напряжением и естественно в лесу это спилили никто там не заморачивался это дерево никто не отмечал с него успешно вышел брус но так как она вот уже привыкла быть таким брус ровно все вот это защитный слой снят то естественно вот это дерево самое самое такое непредсказуемое во первых трещина идет совершенно в любую сторону и во вторых это обычно это дерево обычно рвет рвет со страшной силой у нас даже бывало я видел такие объекты что вот вес сруб практически без щелей без дырочек без трещин счет ли и какой-нибудь одно бревно вот просто его разорвало это скорее всего дерево было под напряжением но как я уже сказал большинстве случаев это не как я взгляди то есть в начале она себя никак не проявляет вот вот так можно примерно избежать трещин в брусе надеюсь мои видео было полезным если остались ко мне какие-то вопросы можете задать в комментарии можете мне позвонить по телефону можете написать на почту то есть любая форма общения я всегда открыт в диалог вот если какие то есть у вас свои предложения как можно тоже бороться с трещинами в брусе тоже можете озвучить это в комментариях чтобы мои подписчики тоже это видели вот на этом все с вами не прощаюсь с вами был игорь канал строй сам